Друзья, всем привет! Сегодня у нас полезная подборка советов, которые пригодятся в строительстве или ремонте. Давненько не было советов на канале, многие знают, что сейчас я занялся стройкой дома и все основное время уходит туда. В ближайшее время сниму ролик, на каком сейчас все этапе. А пока присаживайтесь поудобнее, полезные советы, всем приятного просмотра! Иногда приходится взять с собой несколько стяжек. Например, залезли куда-то на лестницу, закрепить провода, целую пачку брать неудобно, слишком много места занимает. Несколько штук раздельно тоже неудобно, потому что они могут рассыпаться. Поэтому есть вот такой удобный способ, в котором на одну стяжку надеваем несколько и затем на той стяжке, на которой находятся остальные, просто отрезаем защелку. И теперь остальные можем просто снимать и пользоваться. Очень удобно в некоторых случаях. Также бывает необходимость замерить диаметра чего-либо. Линейкой, рулеткой или угольником это не очень точно и удобно. Хочется взять штангенциркуль, но его под рукой нет. Но можно обойтись линейкой с угольником. Просто прикладываем ее к угольнику, как на видео, и имитируя штангенциркуль делаем замеры. И если есть пару магнитов, то замеряйте еще проще, так как линейка спокойно держится на угольнике, в том положении, в котором вы ее оставили. Вместо линейки можно использовать почти любой подручный материал. Думаю, принцип понятен. Много раз меня вручало, что ездить на машине без инструмента с собой как-то некомфортно. Меняю расходники зачастую сам. То есть просто беру в багажнике набор и пользуюсь тем, чем надо. Плюс часто набор инструментов пригождался вне машины. Приехал на участок, срочно понадобилась трещотка с головкой. Пошел в машину и взял. Есть только одно «но». Набор у меня один и чемодан большой, чтобы возить его с собой постоянно. В основном-то пользуюсь шестигранниками и трещоткой. А тут у меня чего только нет. Удобно, конечно, но не мобильно. Занимает много места в багажнике. Решил поискать на мегамаркете простенький набор и наткнулся на вот такой набор на 53 предмета всего за 1000 рублей. За этот набор мне вернется кэшбэком 470 бонусов, которыми я смогу оплатить до 99% от стоимости следующей покупки. Очень кстати, что до конца ноября на мегамаркете проходит черная пятница. Можно купить товар с повышенными скидками и кэшбэком до 70% бонусами. Скоро Новый год, наберу таких несколько штук. Друзьям на подарки. Да, набор простенький, много от него ждать не стоит. Но чисто чтоб под рукой был для мелких задач самое то. На мегамаркете миллион других товаров и бесплатная доставка. Так что с таким кэшбэком на категории, думаю, стоит заглянуть и посмотреть. Что-то для себя и своих близких. При первой покупке вы можете применить промокод «Мегаремонт» и получить скидку в 1500 рублей. Повышенный кэшбэк действует одновременно с промокодом. Многие знают, что для параллельной разметки необходим рейсмус. Но что делать, если его нет? Отлично подойдет простая линейка, в начале которой делаем углубление напильником или ножом. Сбоку линейки вешаем канцелярский зажим, прищепку или что-то подобное. Наш временный рейсмус для разметки параллельных линий готов. Для точных измерений убедитесь, что карандаш находится на нуле. У меня он там не находится. Показываю для примера. Настройки работают пневматическим инструментом, который требует периодической смазки. Заливное отверстие очень маленькое, из бутылки заливать неудобно. Поэтому берем любую маленькую трубочку, опускаем ее немного в масло и с обратной стороны закрываем трубочку пальцем. И дальше уже заливаем сколько надо в инструмент или куда есть необходимость. Простой способ проверить место обрыва кабеля. Берем кусок медной проволоки и сворачиваем ее в небольшую спираль. Далее накручиваем спираль на провод, в котором нужно найти обрыв. И торчащим концом проволоки приматываем в спираль к индикаторной отвертке. Ставим на отвертку палец и видим, есть ли напряжение. Ведем спираль с отверткой до места обрыва. Летом пытался найти обрыв в длинном удлинителе, так и не нашел. Теперь, зная этот способ, найду тот удлинитель и обязательно починю. А вы знали, что есть простой способ размечать любые углы? Обычным дешевым угольником. Для этого на доске с помощью транспортира находим и размечаем необходимые углы. И далее приставляем угольник. Смотрим на каком расстоянии и какой угол у нас получился. Запоминаем или записываем эти расстояния. В моем случае на 102 мм у меня 60 градусов и на 64 мм 30 градусов. Быстро и просто. Иногда не совсем удобно замерить точное расстояние в случае, если рулетка приходит в угол. Для точного замера достаточно найти что-то подобное банковской карточки или любого другого материала, похожего на нее. Подкладываем под линейку рулетки и приставляем к углу. Далее убираем рулетку и смотрим точное расстояние. Для удобства работы лучше воспользоваться прищепкой, канцелярским зажимом или чем-то подобным. Друзья, на этом заканчиваю сегодняшнее видео. Надеюсь, нашли для себя что-то полезное. Если это так, то ставьте лайки и пишите комменты, что из показанного понравилось больше. Те, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь и подписывайтесь на канал в телеграм. Там тоже много чего интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!